Приветствую вас. Первое, что я хочу сказать, это то, что вы указали в заголовках своего сообщения, что у вас депрессия, и что вы не можете из нее выбраться. Вот откуда вы знаете, что у вас именно депрессия? Понимаете, в чем дело? Я вас хочу немножко обрадовать и сказать, что депрессии у вас, скорее всего, нет. Видите ли, депрессия – это заболевание, психическое заболевание, которое диагностируется врачом, и вследствие которого, то есть по причине которого, назначается лечение соответствующее, в том числе и медикаметодное. Полагаю, что у вас нет диагноза о том, что у вас депрессия. То есть вы не обращались к психиатру и, соответственно, не можете знать о том, есть ли у вас реально депрессия или нет. Таким образом, пока у вас не будет на руках соответствующего диагноза, давайте будем думать, что у вас не депрессия, а депрессивное состояние. И это самое депрессивное состояние, оно, вообще-то говоря, понятно. Вам тяжело без мужчины, он в армии, вы одна, вы никогда не расставались с ним, всегда были на связи, это понятно. Ну вот какую интересную, заранее прошу меня простить за, может быть, не очень приятные для вас слова, вот какую интересную вещь вы сказали. Вы пишите, что когда мужчину не отпустили на день рождения ребенка, вы приуныли, совсем поникли. Что интересно, вашему мужчину отпустили, не отпустили на день рождения ребенка. Это было не ваше день рождения, это было именно день рождения ребенка. И по идее, больше всего пострадал ребенок. Именно ребенку, по идее, пришлось хуже всего. Но вы переживаете и совсем поникли по вашим словам. Соответственно, возникает, на мой взгляд, достаточно логичный вопрос. Ну, понятно, что вы не можете проводить время со своим мужчиной, понятно, что вы по нему скучаете. Но, чтобы вот так вот сильно, как вы переживаете без него, настолько, что, как я понял, даже ребенку не можете обеспечить день рождения. Да, то есть вы совсем поникли. Это, как бы, говорит о чрезмерном растворении в мужчине. О чрезмерном растворении в отношениях. Я, пожалуй, скажу здесь то, что, в принципе, сказала Ирина Скилкова, наверное, потому что, как мне, видится Ирина в целом острова относительно ситуации. Но, к сожалению, на мой взгляд, недостаточно подробно об этом сказала. Так вот, вы чересчур растворились в отношениях с мужчиной, а потеряли, к сожалению, ну или, скорее всего, вы потеряли некую часть себя из-за этого, из-за того, что растворились в отношениях. И потеряв часть себя, вы уже не можете вообразить себе, что будете с кем-то, будете как-то без человека. А жизнь такая штука, что она, к сожалению, преподносит свои сюрпризы, и вам волей-неволей приходится иногда быть без мужчины. Но вы этого не можете делать, и вопрос, почему? К сожалению, ответ на этот вопрос достаточно неприятный для вас, он связан с тем, что вы теряете, вы потеряли часть своей самобытности, когда начали встречаться с мужчиной. То есть вы забыли, кто вы, вы забыли о своих интересах, вы забыли о своих увлечениях, о своих, как сказать, предпочтениях, предпочтениях. Вы забыли о том, что вы это отдельный индивидуальный человек со своими идеалами, ценностями и стремлениями. И именно в этом ключе вам нужно двигаться. Но, развлекает вопрос, ну вот в отношениях люди находятся многие, и скучают тоже многие, и так далее. Но почему вы, именно вы, так сильно переживаете, вплоть до, как вы говорите, депрессии? И ответ, ответ, значит, приближается в том, что у вас изначально была склонность к тому, чтобы раствориться в другом человеке. И эта склонность к тому, чтобы раствориться в другом человеке, продиктована чем-то. Возможно, неверностью в себе, возможно, недостатком любви, возможно, там, может быть, комплексами, может быть, чем-то еще. С этим можно разбираться. И вот именно там, в том, что повлияло на вас, в том, что сделало возможным такое вот ваше позиционирование себя в отношениях, да, то есть вы не можете прям без мужчин быть, вам прям физически плохо, что вы не можете ничего делать и срываете на всех. Вот это и стало вследствие того, тех причин, которые сделали возможным у вас чрезмерное растворение в нем. И вам нужно, хотя бы ради своего ребенка, хотя бы ради того, чтобы ребенок увидел рядом с собой все-таки счастливую маму, нужно вам учиться что-то с этим делать. Я думаю, что первоначально вам необходимо, мало того, что встретиться лицом к лицу с одной такой простой вещью. То, что как бы вы ни грустили, о чем бы вы ни думали сейчас, как бы вы ни переживали, вы не можете изменить ситуацию. То есть вы не можете сделать так, чтобы того, что есть сейчас, а это именно отсутствие вашего мужа, перестало быть реальностью. То есть это нереально. Хотите вы или нет, у вас все равно будет разлука с мужем столько, сколько нужно, пока у него не закончится срок призыва. И значит, если это время вы изменить не можете, то логично предположить, что тогда вы можете воспользоваться этим временем. Воспользоваться для чего? Чтобы как раз таки больше времени уделять своим интересам. Далее вы пишете такую вещь, значит, что вам тяжело без мужа, и вы начали это чувствовать, с тех пор как раз так. Что вы потеряли? Как он ушел? Кроме чисто физической, чисто физиологической поддержки, да, кроме вот такого физического аспекта, в узком смысле, что вы потеряли с уходом мужа? Лично для себя, что вы потеряли? Вот вы пишете, что вам на счет. Вы еще не ротовались так долго, никогда, и трывается на всех. Нужно вам отдельно определить, что вы потеряли в менте с уходом мужа, и постараться это восполнить. Почему и для чего? Именно данный аспект влияет на вас состояние. Ибо какие-то желания у вас, они сохранялись, они имели место быть, но вы перестали их удовлетворять привычным образом, но у вас нового способа вы не нашли для удовлетворения своего желания. В итоге апатия не желания ничего делать, постоянное нервное напряжение и срывы на всех. Соответственно, именно в таком направлении вам нужно двигаться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.